Казахстан Мы продолжаем исследовать самую крупную реку в Алматинской области. Три часа ночи пятеро неугомонных мужчин уже заводили свои машины. Недавно мы побывали на левом берегу реки, а теперь решили отправиться на правый берег и двинулись по трассе в сторону поселка Баканас. На сто двадцатом километре хорошо знакомой трассы мы свернули в степь, в темноте объехали песчаные барханы и уже на рассвете выехали на берег Ильи. На термометре было 15 градусов. Ну вот уже половина шестого утра и мы практически подъехали на место. Еще буквально несколько километров и мы остановимся на берегу Ильи, где будем расставлять спиннинги, удочки и попробуем поймать белого амура. Но для тех, кто любит рыбалку, время суток и температура воздуха значения не имеют. К тому же на этот раз с нами в компании был специалист по ловле белого амура Станислав Иванов. Мы поспешили установить лагерь и приготовить завтрак, чтобы не терять драгоценное время. Хотелось побыстрее надуть лодку и поставить снасти. А для этого наш специалист выбрал место, где основное русло встречается с старостепенным. Там образовалась большая заводь, богатая растительностью. Белый амур-вегетарианец и питается исключительно растительной пищей. Ну вот сегодня мы выехали довольно рано. Спустя три часа это была трасса, потом пересеченная местность. Мы прибыли на берег Ильи. И вот сейчас наш эксперт поехал выставлять уже спиннинги. Будем ловить амура. Посмотрим, что у нас получится. Десять минут и наши спиннинги уже готовы к работе. Снасти установлены и оставалось только ждать. Время утреннего и обеденного клева пролетело незаметно. Однако ни один амур не посигнул на наши наживки. Он просто не клевал. Заядлые рыбаки не знают отчаяния. Вот и мы решили пройтись по берегу и попробовать ловить его в других заросших водорослями местах. Поначалу мы стояли на довольно глубокой протоке, которая казалась нам идеальной кормовой базой для амура. Потом поменяли дислокацию. Считается, что рыбалка на белого амура более успешна весной или осенью. Вопрос о наиболее подходящем времени суток остается спорным. Опыт показывает, что белый амур клюется одинаковой интенсивностью на протяжении всего солнечного дня. Не останавливаясь ни на минуту, мы продолжали разведку. Станислав попробовал покидать блесну. Ведь хищник может пугать остальную рыбу. Первый заброс и первый улов. На блесну поймался первый жерих. Потом второй, третий. И пошла активная, даже вполне спортивная рыбалка на жериха. Солнце клонилось к закату, а клев не прекращался. Жерих с самого утра плюет без перерыва. Мы только успеваем его вытаскивать. Даже на два кучка зацепились. Видимо, сильно голодный. Уходя на разведку берега, мы забыли взять с собой садок для пойманной рыбы. Пришлось пользоваться небольшой прибрежной лужей. К одиннадцати часам вечера в ней плавало четыре десятка жерихов. Вся рыба была как одна, весом от 800 грамм до килограмма. Такого улова никто и не ожидал. Ближе к полуночи стало совсем темно, и продолжать рыбачить не имело смысла. В темноте можно распрощаться с блеснами. Оставлять рыбу на ночь в луже было нельзя. Ведь на берегу обитают и другие рыбаки, такие как орлан-белохвост или чайка. Пришлось повторно вылавливать рыбу, только теперь при помощи сачка. Очень много сегодня наловили рыбы. А теперь, помимо того, что ее наловить, мы ее вот скидывали вот в такую заводь. А теперь пытаемся выловить с этой лужи. Здравствуйте. Сегодняшний наш улов, вот тут килограмм, наверное, так, немножко. Где-то около 15-16 килограмм. Все это на близко. Все это на близко. Все это за вечер. Очень издачная рыбалка. Очень замечательная рыбалка, можно сказать. Такого удовольствия никогда не получали. У нас это впервые. Вечернее застолье у костра, кружечка горячего чая и в палатку. Ночью температура упала до 5 градусов, но в палатке, в теплом спальнике ночевать было вполне комфортно. Встаем на рассвете, берем в руки спиннинги и на берег. Как утверждают специалисты, стандартной длиной спиннинга принято считать 3 метра. Этот размер оптимально подходит для большинства спиннинговых рыбалок на относительно крупную рыбу. В охоте на жереха пользуются и более длинными, и более короткими. Но 3-х метровый спиннинг идеален. Он уступает более коротким удилищам по весовым характеристикам и по усилию, которые необходимо приложить для заброса. Но более длинные спиннинги выигрывают в точности заброса, даже если дует ветер. С их помощью легче управлять приманкой при проводке, что особенно выгодно при ловле рыбы в местах, богатых корягами. И, наконец, такой спиннинг дает больше свободы действий на конечном этапе вываживания. С собой у нас было по одному удилищу на каждого. В первый день увлекательной рыбалки один спиннинг не выдержал и сломался на соединении. Но это не беда. Подручными средствами его подлатали, и он снова был в строю. Жереховая рыбалка очень динамична, и все элементы снасти испытывают серьезные нагрузки. Частые перезабросы тяжелых приманок, быстрая проводка, снасти работают на пределе. Поэтому требования к каждому элементу снасти предъявляются высокие. Не является исключением и удилище. В качестве материала удилища некоторые рыболовы предпочитают высокомодульный графит. Он намного легче стекловолокна и при этом не уступает по прочности. В зависимости от условий ловли подбирается и тест удилища. Если вы собираетесь ловить на небольшом канале или речушке, то нет необходимости использовать мощные снасти. На реке средних размеров или на большом водохранилище нечего делать, имея удилища класса лайт или медиум. Тут нужны мощные удилища, способные послать 20-граммовую блесну на максимальную дистанцию, при этом не испытывая существенных перегрузок. Касательно объекта нашей рыбалки, жерех отличается от других рыб темно-синевато-серой спиной, серебристо-сероватыми боками и белым брюхом. Нижняя часть хвоста несколько длиннее верхней. Плавники красноватые. А голова рыбы несколько удлиненная, с выдающейся кверху нижней челюстью. Жерех обитает во всех больших и средних реках, впадающих в Черное и Каспийское моря. Он встречается в Азии, в реках Амударье, Сырдарье и озере Балхажа. По Элиум поднимается вверх. Жерех предпочитает равнинные реки, избегая водоемов со стоячей водой. Эта рыба обычно держится у поверхности. Молодь жереха питается червями, мелкими ракообразными, насекомыми. Однако, вырастая до 30-40 см, жерех уже становится типичным хищником. Он поедает мальков рыб и продолжает питаться крупными насекомыми, жуками, бабочками, стрекозами, а иногда и червями. Обладая беззубым ртом, жерех оглушает ударом хвоста небольших рыбок, а потом подбирает их. Во время рыбалки не забудьте намотать леску почти до краев шпули, чтобы приманка летела как можно дальше. У жереха нет опасных для перекусывания лески зубов. Тем не менее, позаботьтесь о прочности лески. Оснастка для ловли жереха может содержать самые разные приманки и способы ловли. Это и блесны колебалки, и джиг приманки, и поппер, и воблер, и многое другое. Лето выдалось знойным и засушливым, а потому в реке замечен значительный спад воды. Но рыбы выли от этого меньше не стало. Рыболовы знают, что лучшая рыбалка бывает в Дельте-Или, где река разливается на рукава и несет свои воды к озеру Балхаш. Там и камышовые джунгли, и великое множество проток, и вообще места дикие и заповедные. А здесь, в сравнительной близости к мегаполису, рыбалка всегда скромнее. Но нам не на что жаловаться. Жерех продолжал клевать. Маленькую рыбу мы отпускали назад в реку. Иногда мы ловили в траве кузнечиков, экспериментировали с наживками и тоже имели успех. И наш аквариум на мелководье пополнялся все новыми экземплярами одной и той же рыбы. Похоже, жерех в эти выходные был на боевом дежурстве. И в его задачу входило обеспечивать хорошее настроение рыбакам. Река Ильи, рожденная в горах и бегущая по территории двух соседних государств, всегда манила к себе людей с лодками и снастями. И на каком бы километре вы не поставили свой лагерь, клев обязательно будет. Другой вопрос. Удастся ли вам добыть ту рыбу, за которой вы приехали? Удачной рыбалки!